Всем привет! Меня зовут Алена и спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. И первым делом я извиняюсь за свой внешний вид, в частности, о таких вот очках в образе библиотекарши. Дело в том, что я походу простудила один глаз, и я не могу надевать линзы, они очень жестко пекут. Сегодня мы поговорим о пустых баночках. Давно я не снимала такие видео. Я вот постоянно откладываю закончившиеся продукты, у меня там специальная полка есть. Я сегодня открыла, была в шоке. Она полностью забита. Она находится наверху, я так как-то закидывала-закидывала. В итоге я открываю, она такая на меня сверху высыпается. Думаю, так, сегодня пора снять это видео и наконец-то это все выбросить. Как видите, вот сзади у меня находятся все мои пустые банки. Я сейчас вам постараюсь показать. Вот такое вот количество у меня всех баночек, скляночек и так далее. Сегодня будем о них разговаривать. Давайте начнем с продуктов по уходу за волосами. Вы часто меня спрашиваете, какими шампунями я люблю пользоваться. У меня тут в руках две пустых упаковочки. Это первый от DAF, который называется Full Rescue. И второй от Glisscore. Какая-то их там, наверное, новая линейка. Glisscore, честно, я ненавижу продукцию. Мне почему-то она не подходит. Мне не нравится ни запах, ни то, как это промывает волосы, ни то, как он пенится. Это мне подарили, поэтому пришлось использовать. Он у меня, к счастью, уже закончился. Еще бальзам, по-моему, стоит. Вот на продукцию DAF я реально подсела. Они мне ничего не платят, и с ними не работаю. Мне нравятся их шампуни, и мне нравятся их гели для душа определенно. Шампуни мне нравятся тем, что они действительно увлажняют. От них не чешется голова, нет чувства такой стянутости кожи. Мне нравится их запах. Он довольно нейтральный, запах чистоты. Я его называю то ли крема для рук, что-то такое среднее. Мне нравится, как он промывает волосы. И сейчас я пользуюсь шампунем или DAF, или Pantin. Они мои самые любимые. По поводу масок для волос, у меня закончили их целых три. Аж не верится, что вот эту вот литровую банку съели мои волосы. Это фирма Геордини. Итальянская маска для волос. Продается она в Акцент с пометкой «Вакцент эксклюзивная» или что-то такое. Неплохая маска, очень легкая, больше похожа на бальзам. Но у меня очень быстро приедается запах. Очень экономно брать для всей семьи. Быстро очень смывается. Действительно, как такой легенький бальзамчик. Но расчесывается волос классно. Следующая пустая банка от Гарния Фруктис. Это маска Роства Всю Силу. Вы уже наверняка помните ее в покупках, я о ней говорила. И вот она у меня уже пустая. Вопреки всем расхожим мнениям, мне она более-менее понравилась. Запах, конечно, слегка рисковат и слишком химозный. Но давайте смотреть правде в глаза. Кто сейчас делает хорошие, органические, натуральные маски для волос? Которые действительно ему помогали расчесывать волосы, а не наоборот. Поэтому с таблицей Менделеева в составе я уже смирилась. Поэтому обращаю внимание только на эффективность. В целом, я довольна этой маской. Она действительно делает гладкие, такие как зеркальные волосы. Скажу сразу, не всем она подходит. Потому что моя сестра на нее жаловалась. У нее волосы просто есть еда и ничего не делают. Для меня она подходит. Еще одна маска у меня закончилась. Это бальзам-маска для попрежденных волос. Вот такая вот нашего отечественного производителя. Ютера, по-моему, называется. Мега-бюджетная маска для волос. Мне кажется, самая дешевая. Нашла я ее в Еве. Просто хотела взять какую-то маску более маленького объема, чтобы использовать и попробовать что-нибудь новое. Сразу скажу, неплохая маска. Хорошо расчесывается волосы. Мне нравится ее запах. Ну, блин, я первый раз такое вижу, честно скажу. Вот эта вот крышка, она когда лежит в ванной, она начинает жестко линять. Я никогда не могла понять, почему у меня какие-то черные разводы в ванной. Вот это все шампуни у меня в черных потеках. Оказалось, что вот эта вот крышка при контакте с водой начинает жутко лезть. Вот эти вот коричневые потеки. Это оказалось от нее, потому что она лежала вверху. Никаких претензий, конечно, к самому продукту. Но упаковка серьезная. Маска для волос, которая используется в душе. Нельзя было взять какую-то нормальную упаковку для нее. Раз мы заговорили о душе, у меня закончился вот такой вот гель для душа. Это фирма L'Etoile. Их шоколадный гель для душа. На самом деле, это казалось, что это пенка для ванной. Мне кажется, вообще это синоним. Сам продукт очень приятно пахнет каким-то очень сладким шоколадом. Вкусным, не горьким, не черным, а именно молочным, сладким. Очень хорошо пенится, но очень большой объем, как для меня. 400 мл. Кажется, что это стандарт. Но при таких вот контрастных, запоминающихся запахах, просто надоедает этот аромат, приедается. Он не остается на коже. Но, тем не менее, почему-то часто, каждый день не хочется им пользоваться. Поэтому я как-то так все время старалась менять. Для разнообразия, мне кажется, можно попробовать. И кажется, да, здесь снимается бантик. А я его себе оставлю. Закончилось у меня вот такое вот средство от Garnier. Это их тающее молочко для тела с маслом карите. Честно скажу, мне понравился запах, но не понравилось само средство. Оно слишком густое. Она наносится очень толстым слоем. И вот таким слоем остается лежать до утра. Ноги между собой слипаются, и вы превращаетесь в русалку в ночное время. У меня никакое это не экстра увлажнение. Обычно легкое питание кожи. Больше не буду покупать. Мне почему-то не нравятся продукты для тела от Garnier. Хотела вам еще показать вот такой вот пустой тюбик пасты. Это просто моя любимая паста. Это Colgate Sensitive. У меня мега чувствительные зубы. У меня тонкая эмаль. Поэтому они достаточно белые. При том, что я никогда в жизни их не отбеливала у стоматолога. С одной стороны это хорошо, но с другой стороны реально иногда ноют, болят. Особенно если кушаешь что-то кислое, что-то горячее, холодное. Но это неприятная такая боль. Поэтому всегда берем пасту для чувствительных зубов. Вот эта мне нравится больше всего. Она не сильно пенится. Не прям такой весь рот в пене. Но тем не менее она хорошо ухаживает за зубами. Очень нейтральная. У нее слабый такой мятный вкус. И для тех, кто страдает мега чувствительностью зубов, я вам обязательно рекомендую. Закончилось у меня вот такое вот молочко для снятия макияжа, очищения кожи от Physiogel. Это та фирма, которую в основном парят дерматологи. Не оправдана, не всегда за свои деньги. Потому что стоит она недешево. Я ничего в ней просто мега такого классного не вижу. Я вообще почему-то остыла к очищению лица именно продуктами по типу молочко или лосьон и так далее. Я остаюсь верной мицеллярной воде. Поэтому не всегда то, что дорогое, хорошо работает. В частности, вот эту штуку я определенно не рекомендую. И, к слову, у меня закончилась мицеллярная вода. Моя любимая от Биодермы. И я вот уже заканчиваю третью такую же бутылку. У меня она стоит в ванной. Она мне не очищает кожу, тонизирует и слегка увлажняет. В общем, для моей чувствительной, очень сухой и тонкой кожи это идеальный вариант. Стоит, конечно, дорого. Но, в принципе, если смотреть на эффективность, она стоит каждой своей копейки. По поводу ухода за кожей у меня закончился вот такой вот крем для лица от Зианджа. Фирма Зиала называет её. Это польская фирма. Линейка у них с козьим молоком. Это у меня дневной крем. Я уже о нём говорила в своих покупках, показывала вам его. Вот у меня абсолютно пустая баночка уже. Не самый мой любимый крем. Мне не нравится, прежде всего, его запах. Сначала мне казалось, что я вообще категорически против него, потому что мне не устраивала даже его функция увлажнения. Но, как всегда, к концу я немножко распробовала. Наверное, я привыкла к нему, наверное, смирилась. И, в принципе, я могу сказать, что это довольно неплохой крем за свои деньги. Но, реально, запах не очень. Этой же линейкой у меня закончился вот такой вот крем под глаза. Тоже козье молоко. Абсолютно ничего не делает, как и все, мне кажется, увлажняющие крема для зоны вокруг глаз. Просто такое приятное ощущение даёт. И какое-то воздействие на психологическом уровне, по типу, я ухаживаю за своей кожей вокруг глаз. У меня определённо уходят круги. У меня больше не появляются морщинки. На самом деле, это не так. Это, конечно, само внушение. Но, как такой лёгенький крем, вполне сгодится. Закончился у меня ещё вот это средство. Это ген для интимной гигиены от фирмы Nivea. Я не знаю, стоит ли об этом говорить. Но я вам блогер, я перед вами честна. Поэтому мне нужно хотя бы пару слов сказать об этом продукте. Это прозрачный охлаждающий гель, который довольно быстро смывается. У него нейтральный pH. И он очень классно пахнет. И, я думаю, обзор этого продукта на этом мы и закончим. Ещё у меня закончилось целых три дезодоранта. Это, я не знаю, вроде бы и зимнее время. Но почему я так их захлёбся на себя намазываю, непонятно. Целых три тюбика ушло за этот период. Первый у меня использован только до половины. Просто у него закончился с трог годности. Это органический дезодорант от фирмы Nature Refresh. У меня с лавандой. Он идёт без парабенов. И гипоаллергенный. Без тяжёлых металлов в том числе. Он американское производство. И, если не ошибаюсь, я заказываю где-то в интернет-магазине в то время, когда у меня была помешанность на органических продуктах. И самый приятный запах, потому что мне почему-то лаванда постоянно ассоциируется с женщиной в возрасте. Может, это у меня только так. Или с каким-то успокаивающим чаем. Так как это органический дезодорант, он не останавливает работу потовых желёзок. То есть, вы потеете, как и раньше, но просто как бы без запаха. Я лично ненавижу само ощущение влажности у себя под мышками. Поэтому долго я этим средством не попользовалась. А вернулась я к классическим дезодорантам. Первый от Rexona, второй от Dove. От Dove это просто моя находка. Он называется Powder Soft. Он с запахом присыпки детской. И действительно классно адсорбирует влажность. Хорошо работает. Мне очень нравится запах. Определённо рекомендую. В поводу Rexona. И почему-то мне не нравится, как он работает с моей кожей. Не достаточно эффективно, скажем так. Не будем удаваться в подробности. А на столе остаётся всё меньше и меньше пустых баночек. Ещё немножко осталось. Держитесь. И пару слов хотела бы сказать об уходе за линзами. У меня закончился вот такой вот раствор для хранения линз и капельки. По поводу раствора. Это Lame Care называется. Мне, кстати, его присылали вместе с линзами на обзор. Хороший раствор. В принципе, они все хорошо работают. Единственное, это слишком большой объём. Потому что, если вы не знали, каждых три месяца нужно менять раствор. Потому что он стоит открытый. И он начинает быстро портиться. Здесь у нас 150 литров. Я стараюсь брать по 100 максимум. Иначе потом вылазит это всё боком. А именно конъюнктивитом. Капельки, которые называются Comfort Drops. Одни из моих самых любимых. Увлажняющие, очень лёгкие капельки для тех, кто сидит за компьютером. Не только для тех, кто носит контактные линзы. Просто такое даёт чувство свежести. Немножко осветляет взгляд. И делает глаза вот и на белки. Просто мега белыми. Аж такие синевой немножко. И последняя бутылочка. К сожалению, у меня закончился с троггодности. Вот такого косметического масла для рук. Которая предназначена для борьбы с обветриванием кожи рук. Покупала я его где-то 2 года назад на выставке. Это фирма Aroma Inter нашего украинского производства. Более такая органическая косметика на натуральных маслах. Вот так вот выглядело масло. Вы неоднократно его видели в моих видео об уходе за ногтями. Это моё любимое средство для увлажнения не только кожи рук, но и кутикулы. Полностью натуральный состав. Но единственное, у меня прогоркло. Воняет тоже старым маслом. Но в целом продукт очень хороший. Присмотритесь, если найдёте у себя. Ну всё, наконец-то мой столик сзади чистенький. И я смогу выбросить целый кулек непонятных банок. Надеюсь, что это видео было вам интересным или полезным. Если это так, не забывайте поставить пальчик вверх внизу под этим видео. Мне будет очень-очень приятно. Не забывайте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить ничего нового. Или кликайте на вот эти вот иконки. Может, ещё что-нибудь интересненькое нам найдёте. Спасибо вам большое за внимание. А я вас всех целую. И пока!